Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Сегодня понедельник и у нас закончился турнир, поэтому забираем свои призы. Так, ну что, открываем пак и выпадает нам, ну, 9600 сюриков, 50 ДНК на железноголового, 50, точнее 90 у нас золотых оскоков и 75 платиновых. Ну что же, забегаем сразу в магазин, так, берем себе бесплатно колоду и смотрим, что у нас сегодня будут, точнее сегодня, а на этой неделе за награды. Так, ну что, на турнирке, как ты видишь, у нас Бакстер Стокман будет разыгрываться, а на испытаниях Ярости Рафа, оу, борцы с преступностью, это то, о чем я думаю. Так точно, ребята, Пит, Роквелл, Кожеголовый и Слэш, вот это испытание мы с тобой будем проходить, а вот насчет Ярости Рафа, слушай, а у нас все Рафаэли прокачаны или нет, я не помню, прикинь. Как нам узнать? Так, один Рафаэль, так, давай посмотрим еще, сейчас всех Рафаэлей глянем, по-моему, все у меня прокачаны, да? Так, вот еще один Рафаэльчик у нас, так, Лео, так, Рафаэль Космос, так, этот Рафаэль Классический тоже весь прокачанный, ролевой Рафаэль тоже, Рафаэль фильм тоже самый, Космос, ага, Рафаэль видение, вот кто у нас не прокачан по фулке. Так, друзья мои, 86 ДНК из 100, даже не знаю, стоит ли нам идти испытание-то проходить, когда мы можем с тобой здесь хорошечно пофармить. Слушай, ну, в принципе, Рафаэль видение находится у нас на третьей строчке, на третьем эпизоде, поэтому можно до сюда дойти и все. Ну, сначала, как всегда, по традиции, мы с вами идем на буст, попробуем, как говорится, сигануть. 11-11 дадут мне? Может быть, вдруг 11-12, хотя вряд ли, такого еще не помню я за всю историю, сколько я играю. Так, блин, эй, куда вы мне? 11-11, ты прикинь? Они мне дают 10-10, может быть, я зря? Вот, есть такое дело. Все, урвал, я уже думал, все, потеряли мы с тобой шанс, но, слава богу, получилось. Раз, два, три, поехали. 45-е и 50-е уровни против 18-ых, да, получается. Ну, естественно, это будет просто разбор полетов, давай бросим бомбочку, и, наверное, этого будет достаточно. Да, самый первый поединок, самый легкий, потому что, ну, очень-очень большое преимущество здесь у нас, перед нашим противником. Оно, в принципе, здесь будет сохраняться где-то до... ближе к концу уже будет сложно, нам придется брать помощь. Так, давай-ка дальше, 11-12, окей. Как ты видишь, тут 21-й уже уровень, но все равно для нас это легкотня будет. 20-й уровень, а у нас 50-й, так что пускай даже не крякают здесь. Минус майки, минус нейтрализатор и минус бастер-стокон, причем они вдвоем мечами порубили, одного и второго. Ну что же, мы с тобой тогда двигаемся далее и смотрим, что у нас там сейчас будет. Ну, во-первых, у нас воин 3 звезды уже. Я думаю, сейчас дойдем и до элитки таким способом. 12-13. 4 уже персонажа дается, это хорошо. Раз, два, три, четыре. Поехали. Ну, я думаю, что здесь тоже будет быстро все. Но то, что у нас будут с тобой разыгрываться кожеголовый пит и тому подобное, это, кстати, очень круто. И слэш. Надо будет как-то пофармить, это хорошо. Чтобы побольше ДНК выбить на этой неделе. Ну и, соответственно, приблизиться к фуловой прокачечке наших персонажей. Так, ну что, элита? Элита, ребята. Одна звезда, а место у нас 71-ое. Но это пока. Кстати, 184 монеты у нас. 12... Ох ты, 12-14. Берем с тобой 12-14. Раз, два, три, четыре. Слушай, еще даже не все персонажи у нас. Группа еще пока не полная. Четыре персонажа из пяти доступных. Ну что, у кого-нибудь массовое есть? Ну-ка, Лео Космос давай. Минус один только лишь. Минус два. И массовая атака. Все, дожарил. Ну что, погнали тогда далее. Идеальная победа. Никто в этом даже не сомневался. Так, какая у нас? Элита, две звезды. Позиция 83-я. Кстати, мы почему-то, ребята, с вами сдаем позиции. 71-й на 80-е какую-то. 13-15. Я смотрю, здесь нам подсовывает. И уже фулл команда. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, а что нас так быстро догоняют? Уже 31-й уровень против нас, прикинь. Это не к добру, друзья мои. Это не к добру. Почему не к добру, друзья? Потому что нам нужно бустить. А если они сейчас будут нашего уровня и быстро нас догонять, то буст-то не получится. Почему? Ну, потому что нам придется с ними очень туго, сложно драться. И будем очень медленно продвигаться, на самом-то деле. Так, отлично. Минус Донни Финн. И двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, куда мы приметнемся и сколько ступенек у нас в данный момент. Ну, до Лиги Самураев мы должны с собой идти, в принципе, очень быстро. Там уже, да, там уже начинается немножко притормаживаться. Так, 81-я позиция, да? 13-15. Отдадите мне, например, 14-16. О! 13-16, оказывается, да? Ладно, согласен. Уже ближе к сороковому они идут. Ближе к сороковому уровню. Так что нам надо не расслабляться, друзья. Тут, я смотрю, такими темпами у нас не на середине игры будет уже проблемка. А даже, я бы сказал, чуть ли не на самом начале. Уж быстро они нас догоняют. Так, бросаем баллончик. Есть контакт. Ну что же, погнали. Продвигаемся с тобой далее. Посмотрим сейчас, куда мы перейдем. Хотелось бы на элиту 3 звезды, да, уже до самураев добраться. А, у нас уже 3 звезды. Все. Вот, ребят, на самураях уже будет немножечко посложнее. Ну, тут всегда так. С самураев начинается уже как бы отсчет такой сложности. Хотя уровень тут 39-38. А у нас 55-е, да, идут отыгрываться. Масовиков, по-моему, нету. Слэш-масовик, но у него не прокачана массовая атака. Ну да. А, вот. У Шреддера же точно есть же вызов балбисов этих. Ну, слабенько, очень слабенько. Вы сейчас серьезно? Вы даже Криса Брэдфорда не могли завалить? Так, Эйприл, чтобы не хилялась. Дальше попробуем Макмана бомбануть. Отлично. Делает очищение. Зачем? Не знаю, ребят. А этот, этот атаку повышает. Минус лево. Нет, Пит слабоватый. Слабоватый в плане атаки. Но зато как хиллер очень даже крутой. Ладно, идеальная победа. Мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас посмотрим. Мы перейдем. Вряд ли хотя, да? На самурая две звезды. Ну, хотелось бы. Так, двадцатая позиция. Отлично. Тринадцать. А, четырнадцать, семнадцать есть. Все. Уже сорок третий уровень? Да вы что, серьезно что ли? Слушай, у нас сокращается, ребята, промежуток между уровнями. То есть, в данный момент сейчас уже где-то десять левелов. Это самый минимум, который можно себе позволить. Иначе мы сейчас начнем получать звездюлей. А мне бы не очень хотелось бы. Так, Криса, минус. Бросим баллончик с тобой. Ага, минус лево. Сейчас, сейчас, сейчас. Бросим дубинку, наверное, с тобой. Тыч, Макман, постепенно урон. Интересно, он погиб... Да, он погиб от постепенки. Этому понизили меткость. Я думаю, добьет его, да? Бьет его. Не вышло. А если так? Отлично. Ну и остаются Майки. Все. Ему крышка. Так, ладно. Но уже все равно, ребят, напряженно идет поединок. Как ты видишь, уже разбираем их не так быстро. С одного удара уже приходится немножко попыхтеть. Но от этого почему-то, ребята, интереснее. Ну и, наконец, мы с тобой добрались до лиги самураев. Две звезды. 50 четвертой позиции, кстати. Неужели после этого мы с тобой попадем сразу же в самураи 3 звезды? Хотелось бы в это верить. Слушай, ну тут надо взять кого-нибудь... Нет, 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 нет. Тут надо уже взять кого-нибудь посерьезнее, типа... Ну, давай возьмем Паукса. Свою массовая атака нам здесь только поможет. Потому что почти на равных мы деремся с нашим противником. И это не есть гуд. Так, понижаем броню. Всем. Теперь паутинка. Так, секундочку. Минус майки. А так добьем всех? Красиво. Рафаэльчик сделал все по красоте. Ну что же, тогда мы двигаемся. Двигаемся далее и посмотрим. Сейчас должны, по идее, на... Самурай. Три звезды. Е. 88-я позиция. То есть уже... Сёгуны сейчас будут. Так, отдадите что-нибудь посерьезнее. Там 14... Скорее всего, нет. 14-18, да? Вот и держится эта планка. Не дают мне 14-19. Эй, жуки. Ладно, хорошо. Фиг с вами. Поехали. Так, тут я не знаю, стоит ли набрать. Наверное, стоит. Я возьму здесь... Змейковьюна. Раз, два, три, четыре. Змейковьюна, я надеюсь, ты меня здесь не подведешь. Понижение, как говорится, атаки им сделаешь своим суперударом. Массовым причем. Так, а у нас майки ходят. Давай-ка мы сделаем, наверное, усиление атаки на нашу команду. Вот так. Теперь попробуем. Красиво. Не поспоришь. И, наверное, майки добьет их всех здесь. Четко. То есть усиление атаки иногда лучше сделать, чем ту же самую массовую атаку. Понимаешь? То есть мы пробафали, потом... У нас два персонажа сделали атаку массовую, да еще под усилением. Ну что же, еще, я думаю, поединочек, и мы уже будем в сегнах. 14-18. Все так и держится, да? Окей. Давай, наверное, возьму вот эту вот команду. Раз, два, три, четыре. И пятым у нас будет Джастин. Пускай здесь будет Джастин. Не думал я, конечно, что так быстро. Мне придется прибегнуть к силе наших прокачанных персонажей. Думал, сейчас своими силами тут справимся. Угу. Но не вышло у нас ни шиша. В плане, Джастин, у тебя инициатива меньше даже, чем у майки Космос. Хотя у майки Космос какой уровень-то там? 56-й. У него 80-й. Ты зашибись. Вот, кстати, это всегда надо учитывать. Если вдруг у тебя Джастин будет, да? А враг будет у тебя майк Космос, то 100% майк сходит быстрее. Несмотря даже на то, что он на 30 уровней слабее. Так, ну что, у нас Лига Сегунов одна звезда. Это хорошо, это радует. 15-19 наконец-то нам дали. Повышенные кубки. Раз, два. Три, четыре. Ну и уровень тоже, как ты видишь, повышенный. Так что давай Дони возьмем. Я думаю, что Донателло на 84 уровне должен неплохо вжарить. Кстати, его надо прокачивать. Прокачивать дальше. Что, поехали? Ну, неплохо. Минус один все-таки уже сделали. Минус два. Сплинтер упал. И кофе в машину заряжай, Дони. Что у тебя там получится? Все у тебя отлично получилось. Ну что же, мы двигаемся далее. И посмотрим сейчас, какое место мы займем. Давай где-нибудь 30-е. 25-е даже. Ну что, неплохо, я считаю. 15-9. О, 15-20. 15-20 мне дают. Я возьму, наверное, здесь зэка. А в принципе, зэка-то одного и хватит. С его супер-бомбочкой. Сейчас он сбросит. Причем нанесет довольно неплохой урон. Именно на данном моменте, на данном уровне. Ну, а дальше мы уже с тобой будем запинывать. Зэка тоже его, конечно, прокачать до соточки не помешало бы на самом-то деле. А то он ни туда, ни сюда как-то завис. Так, Духони. Да ладно, Эйприл даже не смог. Твою налево, она хиляется. Ну-ка. Вот, мы ее вырубили. Массовая атака от... Тихо, Мотагенует. Блин, смотри, что начинается. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошла, пошла разборочка. Так, нам нужно Лео вырубить. Я знаю, что он сейчас хочет сделать. И у него очень мощная атака, мы это помним. Так, Сплинтер бафает. На защиту поставил Доню. У него и так защита. А этот еще что? О, критический удар помешает. Зря я так делаю сейчас, наверное... А, нету контратаки. Да что ты, блин. А, на нем уклонение висит. Блин, что делать? Давай так, наверное. Сейчас, слышь. Вот что я сделаю. Правильно, я встану в провокацию лучше. От греха подальше. Повесь постепенку. Фиг там. Ну что, Зэк вырубил. Сплинтера опять, наверное, не подобьем, да? Нет, все-таки задели его чуть-чуть. Трыш какой-то, я не знаю. Давай бомбочку еще раз. Чего? Чего? Сплинтер избежал удара от бомбочки? Я офиге, ты посмотри. Фиг попадешь по ним. Фу. Да, напряжно, очень напряжно. Зэк тут, короче, чуть было не свылился. Не получается у нас. Отыгрывать здесь хорошо. Ну и вот у нас все гуны. Две звезды. Семь четвертая позиция. Погнали. 15-20. Не дойдите мне 15-21. 16-21. Отлично. Так, ну что, поехали. Берем с тобой левого. Я не буду уже так рисковать. Раз, два, три, четыре. Ну, Леонардо, в принципе, должен, должен 60-ников валить. Причем всех. Без исключений. Ну, иногда ты знаешь, что бывают просечки, поэтому. Угу. Вот, в принципе, просечки и пошли. Добьешь? Эх, муха, муха-то навозная. Даже уклонение тебя не спасает, которое на тебе висит. Все равно он попал. Ну, понятное дело, что там чуть-чуть завышенный уровень был. Так, с 74-го давай где-нибудь 22-ю. 27-ю далее. Но, тем не менее, мы сейчас перейдем уже в Лигу Сигонов 3 звезды. Это хорошо. Так, давайте-ка 16-21. Вы мне только что давали. Не надо вот пониженные опять давать, а? Ты смотри. Не хотят. Что-то усомнились они, да? Бо. Я здесь, наверное, возьму Ванюшку. Крис, подожди пока. Так, а тут уже все. Тут, ребята, уже 70-ники и у него 60 уровней. То есть, то на то и выходит. Поехали. Так, бросаем Кунае. Смотри. Шархан ходит вторым. Третьим ходит у нас Шреддер. То есть, Ванька. Я так понимаю, Ванька вообще, наверное, не сходил. Только после Донателлы. Или наоборот. Вначале Ванька, потом Донателла. Ванюшке очень тоже, ребята, маленькая инициатива. Ну что, все внутри звезды. Попробуем дойти до мастера. Хотя у нас персонажей не хватает. Их осталось совсем-совсем чуть-чуть. Берем Шреддера. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Шреддера почему сделал? Потому что здесь Майки. Майки у нас в противниках. И нам нужно его, как говорится, быстренько ушатать. Вот этот вот. Вот не знаю, получится у нас или нет. Хорошо. Всех! Шреддер просто всех уложил в баньке. Красавчик. Что тут скажешь? Ну что, поехали дальше тогда? 39 позиция. Слушай, в принципе, Дига Мастеров у нас уже в кармане. 16-22. Берем Армагуна. Раз, два, три, четыре. Круто. Ну что, Армагуша. Сейчас мы ударим вначале. А теперь вали. Они все в твоем распоряжении. Опа. Ты что такой борзый-то, а, Майки? Смотри-ка, выжил. Ты умудрился против валуна. Устоял еще как-то. Как думаешь, перейдем или нет? Да. В Лигу Мастеров, друзья мои, мы с вами зашли. 95-я позиция. 16-22. Раз, два. Ну что, это последний поединок, поэтому... Так. Так. И вот так. Последний поединок. Последний бой у нас на арене. И я, знаешь, что хочу? Я, наверное, сейчас пойду в испытание. Все-таки зайду. Но будем проходить с тобой нигде у нас эти. Слэш, Пит. А пойдем там, где у нас Рафаэль. Сегодня мы потратим серию именно на то прохождение. И на остатки, как говорится, сыра по фарме. А уже в следующей серии пойдем с тобой фармить наших там Пита, Слэша, Рокула. Ну и кого получится, короче. Ну что, какая у нас позиция? Пятьдесят четвертая. Ну что же, неплохо. Так, давай-ка мы в магазине с тобой потратим монеты. А потратим мы их вот сюда. Семьдесят семь. То есть, получается, на следующей серии, наверное, мы с тобой соточку получим монеты. Это уже будет семьдесят... А, какой семьдесят? Это уже будет восемьдесят. И останется всего лишь двадцать ДНК. Отлично. Так, здесь у нас все выполнено. Осколки нам не нужны. Испытание. Поехали. Ярость Рафа. Нам нужно дойти до третьего... Ой. Хотя, в принципе, этого должно хватить, ребят. До третьего эпизода вполне. Так, я даже думаю, здесь на автобой все можно сделать. Тут три волны, к тому же. Уровень десятый противника. Так что они просто на один зубок нам. Тычь, кулаком своим. На. По вкусу прикольный вот этот удар, когда он крутится, да? И бьет своими этими щупальцами. Так. Отлично. Все. Ну, первый эпизод мы с тобой прошли. Это неудивительно. Давай попробуем. А что попробуем? Вторую и третью тоже пройдем. Пробовать даже не надо. Все должно быть по красоте. Погнали. Так, автобой поставим. Поехали. Раз минус. Два минус. Три минус. На второй волне у нас кожеголовый плюс слэш и бетли. Так, астрозуб почему-то, ребят, сразу не смог добить. Учтем этот момент. Ну, а против этих, как вы, три Рафаэлочка ударил. Подбил. Ммм, а теперь Рокстеди, да? Не добил. Ну, в общей сложности все у нас хорошо получилось. Так, продвигаемся с тобой дальше. Последний, так сказать, сегодня поединочек. И как раз будем... Точнее, не то, что будем. У нас будет возможность фармить Рафаэля. Рафаэль видения. Там сколько нам нужно? 18, по-моему, да? Или 16 ДНК. Вот когда мы с тобой получим полностью 100 ДНК, мы вообще уже это событие даже трогать не будем. Нам незачем его проходить уже, потому что все ДНК будут. ДНК, я, наверное, сам тут сделаю. Плечом. Так, минус. Пламенем. Да ладно. Он даже не добил, прикинь. Он даже не добил. Так, а вот здесь бы не помешало, наверное, паутинке или что-нибудь такое. Так, это у нас дебаф. Минус. Бросим баллончик. Так, еще один минус. И паутинкой, наверное, всех добьем. Все, ребят, по красоте. Тюх. Ну что, мы получаем с тобой одно ДНК на Рафаэля. Сейчас посмотрим, сколько у нас там сыра. Ага. А сыр-то у нас всего лишь 8 осталось. Почему так мало? Слушай, наверное, у нас изначально было его мало. Так, ну что, попробуем? Слушай, по 2 ДНК это, кстати, очень даже неплохо. Нет, нам выпадает 2 доллара. Нам выпало всего лишь 2 доллара. Ну что, друзья мои, я думаю, что на сегодня. На сегодня достаточно. Даже если бы мы что-то хотели с тобой сделать, у нас бы все равно не получилось. Единственное, что... Такс. 1117 долларов. Это хорошо. Нам нужно накопить 100... Так, сколько у нас стоит? Вау. Вот, надо брать уже, ребят. 496 телепортов. Круто. Так, что я хотел сделать? Все, я вспомнил. Так, 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 так. Где у нас Дони Космос? Вот он. Дони Космос. Дони Космос, нам нужно с тобой найти 2 вот этих вот кружки. Две кружки. Две кружки и прокачать тебе скилл. Одну нашли. Вторую тоже нашли. Вторую тоже нашли. Прокачиваем скилл, ребята, до... шестой ступени. Шестой ступени. Ну и, как ты понимаешь, остается вот только лишь скорость света. А что это? Это же у нас пассивка. Так, Дони проверяет пределы физики. Складывая пространство и время, в начале хода есть вероятность 15% увеличить скорость на 25% в течение двух ходов. То есть он увеличивает скорость, инициативу. И нужно все лишь два джойстика вот таких вот найти. Сейчас попробуем найти. Крюкошка всякая ерунда выпадает нам. Да серьезно, что ли? Ну-ка здесь. Так, джойстик один. И нам нужен еще один. Все, пицца закончилась. В общем, еще один джойстик и 8 ящиков с инструментами. Это все будет легко. И прокачаем до третьей ступени. А на этом, друзья мои, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки мутанты ниндзя. Черепашки мутанты ниндзя. Черепашки мутанты ниндзя. Юные таланты. Чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. Поначалу спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаилом никогда не будет грустный мин. И в Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки мутанты ниндзя. Черепашки мутанты ниндзя. Черепашки мутанты ниндзя. Черепашки мутанты ниндзя.